Прокуроры ходатайствовали о продлении в отношении Александра Стояногла судебного контроля на 60 дней. Судьи частично удовлетворили этот запрос. Необходимость продления судебного контроля сохраняется, ибо причины, по которым это решение было принято, ещё актуальны. Более того, в ходе уголовного преследования были получены новые доказательства, недавно обнаруженные, которые также говорят в пользу продления судебного контроля. Виктор Фуртун отказался раскрывать скобки и говорить более подробно о новых доказательствах. Александр Стояногла, в свою очередь, назвал их абсурдными. Его доказательство состоит в том, что в моём дневнике была запись о том, что нужно рассмотреть признание виновным господина Рейляна, а последний является прокурором. Это и есть доказательство записи в моём дневнике без каких-либо действий. Я уверен, что единственная цель всего этого – затянуть уголовный процесс, чтобы не допустить моего восстановления в должности. Я неудобный генпрокурор, а если вы читали выводы венецианской комиссии, то там чётко написано, что действия против господина Стояногла политические. Решение суда столичного сектора Чиканы может быть оспорено в вышестоящей инстанции в течение трёх дней. Напомним, Александр Стояногл считает себя невиновным и обратился в Европейский суд по правам человека, оспорив процедуру отстранения и задержания генпрокурора. Продолжение следует...